Что делать, чтобы не скучать в аэропорту во время ожидания рейса? Многих людей время, проведенное в зале ожидания, выматывает даже больше, чем предстоящий многочасовой перелет. Но не все сидят без дела, дожидаясь своего рейса. Вот пять способов, которые могут помочь скоротать время до вылета. Самое очевидное, что нужно делать, находясь в аэропорту, это сидеть сложа руки, расслабляться и наблюдать за людьми, тактично, конечно, чтобы не обидеть или не заставить кого-то чувствовать себя некомфортно. Закрывающая круглая скобка. Можно заметить кучу мелких деталей, которые помогут отвлечься на некоторое время, например, как люди одеваются, что у них в ручной кладе и почерпнуть из этого несколько идей для себя на следующий перелет. Можно посмотреть, как родители и их дети взаимодействуют, и отметить для себя что-то полезное и продуктивное, ну или определить поведение, которое точно повторять не захочется. Закрывающая круглая скобка. Шесть вариантов, куда пойти в Милане и не умереть со скуки аэропорт, это уникальное в своем роде пространство, собирающее людей со всего мира. Людям вокруг также может быть нечего делать, и они могут с радостью согласиться на непринужденный разговор с незнакомцем, поэтому ничего не стоит попробовать начать беседу и узнать кое-что о пункте назначения, в котором никогда не бывал. Ну или просто пожаловаться друг другу о том, как же долго еще ждать рейса. Пять самых шикарных залов ожидания в аэропортах Аэропорты никогда еще не предлагали стольких возможностей для шопинга, как сейчас. Можно купить почти все, что, возможно, нужно было купить перед поездкой, и многое другое. А по дороге домой можно потратить любую оставшуюся валюту на последние подарки, сувениры или закуски для предстоящего полета. Или, по крайней мере, позаботиться о приятном аромате во время полета, попробовав некоторые духи, продаваемые в Датифри. Задержка рейса, что положено пассажирам, некоторые аэропорты предлагают доступ в лаунж-зоны на день, где можно расслабиться и насладиться всеми предлагаемыми удобствами, поэтому стоит проверить, что доступно в том или ином аэропорту. Также можно получить туда доступ при наличии статуса регулярного или элитного пассажира некоторых международных авиакомпаний или в качестве льготы по определенным кредитным картам. Как часто напряженный распорядок дня лишает людей всякой возможности спокойно почитать. Так что не стоит лишний раз упускать возможности взять книгу, журнал или газету и побаловать себя хорошим чтением. Тем более, что современные электронные книги, планшеты и смартфоны почти ничего не весят и не занимают места в багаже, предоставляя при этом доступ почти ко всему, что когда-либо было написано. Можно также впервые попробовать послушать аудиокниги, если не получается сконцентрироваться на чтении в шумной и хаотичной атмосфере аэропорта. Существует еще много способов скоротать часы в зале ожидания. Например, посидеть в интернете, используя бесплатный Wi-Fi, который есть уже почти в любом аэропорту, навести порядок в бумажнике или дамской сумочке, поиграть во что-нибудь, будь то игра на смартфоне или скрабль, сходить проветриться на уличной веранде кафе или бара. В конце концов просто поспать перед долгим перелетом. Можно даже от нечего делать начать писать свою первую книгу, так что время, проведенное в залах ожидания, может оказаться не просто скучной рутиной, а способом раскрыть свой творческий потенциал. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.